Добрый вечер, уважаемые телезрители! В прямом эфире Химкинское телевидение. Сегодня, как и всегда по средам, у нас программа «Прямой эфир» в 20.00. Как обычно, мы говорим о самых интересных темах и проблемах, которые есть в городском округе Химки и приглашаем к разговору самых интересных людей. Сегодня мы будем говорить о том, что, безусловно, заинтересует каждого из вас. Мы будем говорить об итогах развития городского округа Химки в 2012 году, а также о генеральном плане города. Для разговора на эту тему мы пригласили главу городского округа Химки Олега Федоровича Шахова. Добрый вечер, Олег Федорович! Добрый вечер! Мы рады вас приветствовать в прямом эфире Химкинского телевидения. Эти встречи стали традиционными и для вас, и для нас, для телезрителей в том числе. Они их ждут с нетерпением и готовы задать самые разные вопросы на самые разные темы. Олег Федорович, как всегда, я уверен, вы готовы ответить даже на самые интересные вопросы, химчан. Готов. Олег Федорович, прежде чем мы начнем беседу, я хочу сообщить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и телефоны нашего прямого эфира. 575-94-94, 572-66-28. Не забудьте набрать код города 495, и тогда наши операторы с удовольствием переключат вас в студию прямого эфира, где вы напрямую сумеете пообщаться с Олегом Федоровичем Шаховым, главой городского округа Химки. Еще раз повторяю, говорим мы сегодня об итогах развития города в 2012 году, а также о генеральном плане городского округа Химки. Олег Федорович, первый вопрос, наверное, такой, вводящий в тему, что ли, беседы. Как вы оцениваете общую экономическую ситуацию в городе? Вот очень коротко, какие-то основные показатели. Общая экономическая ситуация в городе стабильна. Мы хорошо закончили прошлый год, и, честно говоря, очень неплохо, даже лучше начинаем работу в этом году. Итоги двух месяцев об этом говорят. Может быть, чуть ниже я остановлюсь об этом подробнее. Ну и следующий вопрос, он буквально-таки просто напрашивается сам собой. Основной финансовый документ любого муниципального образования, в том числе и городского округа Химки, это, естественно, бюджет города. Вот, наверное, несколько слов об итогах исполнения бюджета, потому что это, безусловно, будет интересно очень многим жителям. Ведь на нем, на бюджете, я имею в виду, завязаны все основные социально-экономические процессы. Буквально сегодня состоялся совет депутатов городского округа Химки, на котором я, как глава, в соответствии с законом, отчитывался об исполнении бюджета городского округа Химки за 2012 год. Итак, основные цифры бюджета. Мы доходную часть исполнили с небольшим превышением, 100,4% от плана, и, соответственно, собрали 6,7 миллиарда рублей при планируемых 6,6 миллиарда рублей. Если говорить о собственных доходах, без учета трансферов, то результат даже лучше, потому что мы собственных доходов собрали на 4,5% больше к плану, чем планировали, и эта цифра составляет 4,5 миллиарда рублей. Буквально пару слов. Более 75% бюджета доходов у нас было направлено на решение социальных вопросов города, и 20% с небольшим направлено на инфраструктурные вещи. Поэтому бюджет у нас социально направленный. Такую же политику мы сохранили и в этом году при утверждении нового бюджета. Единственное отличие для повышения эффективности и прозрачности использования бюджетных средств, мы переходим на программно-целевой метод использования бюджетных средств. И надо сказать, что уже новый бюджет 2013 года на 70% расходы идут по программам. Это не предел, мы эту цифру будем поднимать, но на сегодняшний день это так. Олег Федорович, я не просто так спросил про итоги, очень коротко, и про бюджет, потому что я знаю, что сегодня была большая пресс-конференция, на которой вы отчитывались и по итогам года, и по генеральному плану. К генеральному плану мы вернемся чуть позже. А вот на пресс-конференции наибольший интерес, естественно, вызвала вот эта изюминка, что ли, новшества в бюджете, когда такой программный метод идет финансирования всевозможных отраслей. Вот скажите, пожалуйста, почему именно это явилось вот таким вот, ну что ли, краеугольным камнем, который необходимо было ввести в бюджетирование? Отчитывался я перед депутатами, а на пресс-конференции я рассказывал. Я, да, выразился не так, извините. И действительно, программный целевой метод на сегодняшний день позволяет максимально эффективно использовать не только бюджетные, любые средства при их расходовании. Почему? Потому что при составлении программы четко описывается цель, которую ты хочешь и должен достигнуть, четко описываются сроки, в которые ты должен эту программу исполнить, ответственные исполнители, которые отвечают за то или иное, и нельзя уже размазать ответственность по-другим. И, соответственно, четко обозначен перечень мероприятий, которые приводят тебя к той цели, которая есть, поэтому можно контролировать в течение исполнения этой программы. Поэтому программа максимально удобный, прозрачный для понимания и контроля инструмент за расходованием средств. Как вы считаете, почему на большой пресс-конференции, где вы рассказывали о бюджете и о тех инновациях, которые в нем есть, именно этот такой пункт вызвал вот такой вот интерес? На сегодняшний день это сложный инструмент. Он эффективный, но сложный. И очень немногие, не только муниципальные образования, но и регионы, и даже федеральные органы власти ставят перед собой задачу перейти на программы целевыми использования бюджетных средств, расходования бюджетных средств. И здесь мы, как и во многом другом, наш городской округ впереди других. Поэтому, конечно, наш передовой опыт интересует журналистов и тех, кто присутствовал на этой пресс-конференции. Олег Федорович, работа руководителя любого ранга направлена в первую очередь на улучшение жизни горожан, простых жителей, в данном случае химчан. Ну и, естественно, только они вправе оценивать работу руководителя, в данном случае главы городского округа Химки. На нашем телевидении появилась новая рубрика, она называется «Глаз народа». В ней вот из первых уст можно узнать о том, что химчане думают о том времени, которое прошло, и на что надеются, наверное, так. Сейчас я предлагаю посмотреть эту рубрику, а затем мы вернемся в студию, продолжим беседу. Думаю, вам, как главе города, будет интересно узнать, о чем говорят химчане. Давайте посмотрим. Нормально все. По-моему, в городе все нормально, у нас порядок полный. Но есть какие-то мелочи, они всегда бывают по работе администрации, которые решаются в течение каких-то небольшого срока. Никак не оцениваю, у меня мнений нет. Ну вот придет весна, посмотрим, как цветочки будут расти. А пока? Ну пока нормально, но так снег чистят, убирают. Вот же много хорошего сделали. Очень много там. Снег все убирают, чистят. Очень хорошо все делают. Мне нравится, нравится. Все устраивает, все нравится, в принципе. Я считаю, очень хорошо работает, нам очень нравится. Аргументируйте. Дороги почищены, все работает. А что еще нужно для города? Нормально. Нормально. Нам починили эту самую трубу. Сколько я добивался, вчера починили. Нормально. В принципе, довольна. Довольна, да, все нормально. Таково мнение жителей, Олег Федорович. Вы услышали это воочию, узнали, так сказать, из первого источника, что говорят люди. И, наверное, это самая большая оценка работы за прошедшее время. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Телефоны нашего прямого эфира вы видите на своих экранах. Извините. 575-9494-572-6628, код города 495. Мы сегодня говорим об итогах развития городского округа Химки в 2012 году, а также о генеральном плане города. У нас в гостях глава городского округа Химки Олег Федорович Шахов. Звоните, не стесняйтесь, мы ответим с удовольствием на все вопросы. Олег Федорович, у нас есть вопросы телезрителей, поступившие к нам в студию, пока мы смотрели новую рубрику. Мы сейчас на них отвечаем, а затем вернемся к диалогу. Добрый вечер. Римма Михайловна. Это вы со мной говорите? Я с вами. Вы же Римма Михайловна? Здравствуйте, Олег Федорович. Здравствуйте, здравствуйте. Поликлиник. Две из них взрослых, две детских поликлиники, диагностический центр. Сейчас вопрос о размещении поликлиники на старом месте, на первых этажах того здания, которое будет там строиться, обсуждается. И будет приниматься решение уже взвешенное, чтобы максимальному количеству жителей нашего города было удобно пользоваться поликлиниками. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, может быть месяц-два такое решение будет принято, и я обязательно его всем расскажу. Спасибо большое. Ирина Михайловна, правильно? Ирина Владимировна, извините. Да, да, здравствуйте. Ирина Владимировна, да? Олег Федорович, здравствуйте. Ирина Владимировна, вы где живете, скажите? А, живем на аптечной. Пожалуйста, ваш вопрос. На аптечной. Олег Федорович, у нас интересует вопрос, вот будут ли сноситься и когда хрущевки 63-го года постройки с газовыми колонками? Ирина Владимировна, сейчас мы разрабатываем генеральный план и считаем экономику этого процесса. Могу сказать, что у нас в городе есть еще не только хрущевки 63-го года, но у нас есть еще двухэтажные дома, которые построены сразу после войны, а то и до войны. Экономика показывает, что на сегодняшний день есть возможность экономическая сделать переселение сначала из этих домов, а потом уже будем смотреть на дома, про которые вы говорите. В принципе, возможно ведь не только снос этих домов, возможно и реконструкция и капитальный ремонт, в результате которого эти газовые колонки, которым некоторым людям, жителям нравятся эти газовые колонки, потому что всегда есть возможность сделать горячую воду, можно будет поменять, соответственно, на центральное, на горячую воду. Поэтому сейчас вопрос прорабатывается. Но в некоторых случаях, я знаю, меняются просто, так сказать, устаревшее оборудование газовое на более новое, современное, и там достаточно удобно. Да, если это основной вопрос, то есть действительно сейчас уже много технологий, которые позволяют сделать это удобным. Спасибо, Олег Федорович. Вы как раз затронули тему, прям вот предвосхитили мой вопрос. Это, конечно же, одна из самых важных и интересных тем. Это генеральный план развития городского округа Химки. Я знаю, что в нашем городе документ такого уровня принимается впервые. Настолько он открыт для обсуждения и общественностью, и специалистами, и принимаются всевозможные замечания и поправки. Работает целый большой коллектив, который, так сказать, все это учитывает, рассматривает. Пожалуйста, расскажите об этом документе поподробнее, если можно. В чем же вот его такое ожидание, что ли, глобальное? Первое, это то, что генеральный план после его принятия и утверждения будет законом. И этот закон нарушать нельзя. До принятия генерального плана были злоупотребления, когда участки, предназначенные для строительства школ или больниц, меняли свое назначение, становились участками земли для строительства жилого фонда, возводились дома, так называемая точечная застройка, и, соответственно, вызывает до сих пор недовольство жителей. Вот после принятия генерального плана это будет просто невозможно. Генеральный план меняется только раз в три года, и то через публичное слушание. Вы правильно сказали, мы сделали генеральный план на сегодняшний день. Во-первых, его делала лучшая организация в России, которая занимается этим проблемой. Она привлекала иностранные компании, в том числе японцев, которые, обладая небольшой территорией, умеют делать эту территорию удобной и комфортной для жизни. Основная проблема, которая сегодня существует у нас в городе, это большое количество жилья, которое не обеспечено транспортной доступностью, из-за этого пробки, парковочными местами, детскими садиками, школами, поликлиниками. И, соответственно, строительство велось, в том числе и без учета развития коммунальной инфраструктуры. Я говорю о воде, теплой, горячей, о центральном теплоснабжении. И задача генерального плана, которая стоит, основная, это сделать жизнь тех людей, которые у нас живут, в ближайшее время намного комфортнее. Это не произойдет в год-два. Но, соответственно, сейчас мы запретили строить дома высокой этажности. И эта тенденция в том числе поддерживается и в области временно исполняющей обязанности Андрея Юрьевича Воробьева, у которой эти вопросы очень часто поднимаются. Мы те районы, где всегда было спокойное поселение, это и Ферсановка, Подрезково, сейчас ограничили высокой этажности. В Новогорске не будет никакого высокоэтажного жилья. Поэтому реализация этого плана позволит в ближайшее время, соответственно, обеспечить всех нормальным проживанием. Плюс, конечно, важная составляющая транспортная. Мы говорим о том, что будем строить скоростное трамвай или скоростное транспортное средство, которое пойдет по монорельсу на эстакадах. И сейчас тут разговоры с Москвой о том, чтобы метро глубокого залегания или подземное метро тоже перенести с достаточно далеких 2050-х годов на 2020-е, которые, в принципе, уже обозримое будущее. Поэтому в городе после реализации утверждения и воплощения в жизнь генерального плана станет жить и удобнее, и комфортнее. Создастся много рабочих мест и многим высококлассных, высокооплачиваемых рабочих мест. Не придется ездить в Москву, тратя на это достаточно большое количество времени, которое можно потратить на семью, на себя и на здоровье. — Олег Федорович, достаточно интересно и много положительного. Вообще, любой генеральный план, как и любой документ такого уровня, наверное, это должно быть не какой-то статичная скульптура, а изменяемая составляющая в нем присутствует. Ведь это же дело касается развития города как такового, город-живой организм. — Это действительно не план, который был составлен сам в себе. Вот мы что-то придумали и сделали. Значит, в процессе составления этого плана мы согласовывали все это дело с федеральными органами власти, с областью, с нашими соседями, чтобы учесть их перспективы развития, чтобы не оказалось так, что мы проектируем парк, а по границе с рядышком будет стоять в Соломестногорском районе или в Красногорске завод, который будет дымить и, соответственно, всю нашу парковую зону сведет на нет. Соответственно, действительно, на сегодняшний день по постановлению до 16 мая, вот 16 мая этого года, соответственно, 2013, будут проходить окончательные публичные слушания. Сейчас в сети интернет на 47 подготовленных участках в ближайшее время тоже будут размещены все материалы, необходимые жителям для того, чтобы познакомиться поближе с этим генеральным планом. И действительно, в процессе изучения мы принимаем замечания, которые, если считаем конструктивными, можно учитывать, но в конце концов все равно окончательные решения будут принимать жители на публичных слушаниях. И действительно, в это время можно изменить какие-то параметры, которые там заложены. — Олег Федорович, он рассчитан, этот документ до какого года? — До 2035 года. — До 2035 года. То есть там есть, я так понимаю, краткосрочные какие-то этапы, среднесрочные, долгосрочные? — Ну, для примера, у нас один из самых больных вопросов — это наличие очередей в детские садики. В генеральном плане до 2035 года планируется построить 40, более 40 детских садиков. На ближайшие три года, чтобы снять с этой проблемы, мы строим 15. То есть да, действительно, есть более короткие цели, которые надо достигать, чтобы снять какое-то напряжение. Ну и есть, соответственно, цели такие достаточно длинные, к которым будем идти и, надеюсь, достигнем. — Ну что же, успехов, потому что документы такого уровня, они с кондачка, как говорится, не делаются. Это кропотливая, очень долгая и целенаправленная работа. Надеемся, что 16 мая все-таки городской округ Химки будет счастливым владателем генерального плана. Я очень надеюсь на поддержку жителей, потому что без жителей нам это сделать будет сложно. Честно сказать, мы испытываем достаточно серьезное давление от застройщиков, которые, конечно же, хотят строить жилье, потому что жилье в городской округе Химки пользуется повышенным спросом, оно стоит дорого. И это экономически очень прибыльное занятие. Есть серьезные организации, которые, соответственно, серьезно пытаются пробить, пролоббировать свои интересы. И здесь я к жителям обращаюсь, давайте все-таки будем вместе с вами защищать наш город. — Удачи, что можно сказать, потому что действительно выстоять перед таким натиском можно только сообща. Это правда. Олег Федорович, мы все-таки в прямом эфире, поэтому предлагаю сейчас дать возможность жителям задать свои вопросы. Они у нас уже накопились, меня режиссеры подгоняют буквально таким. Первый, если я не ошибаюсь, я вот себе даже записал, Лидия Ивановна. — Да-да. — Лидия Ивановна, пожалуйста, сделайте потише свой телевизор, потому что вы фоните очень сильно. Алло. — Алло. — Лидия Ивановна, где вы живете? — На Марии Рубцовой я живу. — Пожалуйста, ваш вопрос, Лидия Ивановна. — Да. Добрый вечер, Олег Федорович. — Здравствуйте, Лидия Ивановна. — Я хотела вам задать вопрос. Вот между улицей Родионовой и Марией Рубцовой есть территория, которая огорожена давно уже, лет 15. И вот просто хотел узнать, там болото, но с другой стороны временные постройки. Вот. И скажите, что на этой территории будет строиться, когда и что конкретно? Или... — Эта территория принадлежит коммерческой организации. На сегодняшний день мы с этой коммерческой организацией пытаемся разобраться. Давайте я запишу себе этот вопрос. Просто, честно говоря, пока еще каждый участок земли, конечно, так с лету я ответить не могу. Но в ближайшее время, я думаю, что смогу ответить на вопрос, что же собирается строить на этом огороженном уже 15 лет, как вы говорите, участке. — Спасибо, спасибо, Олег Федорович. Павел Васильевич, добрый вечер. — Добрый вечер. — Павел Васильевич, где вы живете? — Я живу в улице Кирова, дом 9. — Пожалуйста, Павел Васильевич, ваш вопрос. — Вопрос первый у меня. Будет ли закольцована улица Ватутина? — В генеральном плане можно посмотреть развитие, в том числе, транспортной сети. И, в принципе, мы там собираемся улицу Ватутина закольцевать. — И второй ваш вопрос, только очень коротко. — Очень коротко. Прекратится ли высотное строительство, согласно указу губернатора? — Спасибо большое, мы вас поняли. — Такую задачу и я ставил перед собой на выборах, и всегда исполняю те обещания, которые есть. Единственное, надо разделить на две части. Вот то, что будет строиться дальше, высотного строительства, которое не соответствует генеральному плану, не будет. Что касается тех домов, которые начали уже строить, и в них получена вся разрешительная документация, то, более того, проданы квартиры, и уже есть обманутые, вернее, пока дольщики. Если их лишить этих квартир, они станут обманутыми, и это тоже своя проблема, люди оставить и без квартиры, и без денег, это тоже плохо. То, скорее всего, те проекты, которые уже начали реализовываться, надо как можно скорее достраивать, а новые такие не начинать. — То есть для того, чтобы люди, которые купили, так сказать, квартиры, они не оказались, так сказать, в очень сложной ситуации? — И они могут оказаться в очень сложной ситуации, и такие уже у нас есть, и я, честно говоря, не завидую, и не советую кому-то оказываться в такой ситуации. Все-таки проверяйте перед тем, как покупать квартиры, застройщиков, надежные они или нет, а лучше покупать уже готовую собственность, чтобы видеть эту квартиру. И, соответственно, этих дольщиков и людей, которые купили квартиру, защищает закон. — И это, наверное, правильно. Татьяна Федоровна, правильно? — Алло? — Алло, Татьяна Федоровна, я не ошибся. — Да-да, я вас очень плохо слышу почему-то. — Алло, слышите нормально нас? — Да. — Где вы живете, скажите? — 9 мая 3. — Пожалуйста, ваш вопрос. — Мой вопрос такой. Мы ходим в детский садик номер 5 «Радуга». Он находится напротив ГАИ. Но у нас тут очень много вот таких вот домов, которыми с детьми мы ходим в детский сад и протискиваемся по площади мимо машин. При встрече когда-то с Олегом Федоровичем он обещал вроде бы куда-то на край, на краину города убрать ГАИ. Ну вот мы надеемся, что мы будем ходить нормальной дорогой. — Спасибо. Мы вас поняли. — Не отказываюсь от своих слов. Действительно, сегодня мы ищем территорию для переноса ГАИ, для того, чтобы вынести из центра города, где действительно, считаю, не место. Такое скопление машин, тем более там же рядом и школа есть, и детский садик, вызывает огромное неудобство. Поэтому в генеральном плане мы тоже запланировали место за городом, куда собираемся и уже согласовываем с ГИБДД перенести. Другое дело, что такое место найти достаточно сложно, потому что земли в городском Кагихимке в муниципальной собственности нет, куда бы мы могли это спокойно сделать, где бы мы могли спокойно это сделать. Она вся продана. И приходится договариваться не только с ГИБДД, который идет нам навстречу, но и с владельцами этой земли, которые отнюдь не очень охотно идут нам навстречу. — Спасибо, Олег Федорович. — А переносить будем обязательно, потому что это действительно очень-очень некомфортно. — Да, не дело ходить с детьми в машину. Это правильно. — Владимир Афанасьевич, добрый вечер. Вы на связи, пожалуйста, скажите. — Добрый вечер. — Где вы живете, скажите? — Улица строителей. — И ваш вопрос, пожалуйста. — Олег Федорович, два вопроса. Первый. Не чистится лед вокруг улицы строителей и молодежки в магазин «Дикси» и в городок. И невозможно переходить с городской больницы вот к троллейбусной остановке. И второй вопрос. Ну, молодежка, напротив дома 4,6, сейчас строится котлован для разноуровневого дома какого-то. А за ним стоит скелет так называемого бывшего легкоатлетического центра. Будет ли он достраиваться? И что там будет? — Спасибо. — Ну, первый, скорее, не вопрос. Первый — это информация, которую я приму к сведению и разберусь, почему рядом с магазином «Дикси» не чистится снег. Есть ли у этого магазина договор с обслуживающей организацией, которая должна это делать? Если есть, то почему это не делает вопрос? А если нет, то необходимо заключить. Что касается легкоатлетического, гимнастического комплекса, который я собирал строиться, он достраиваться не будет. Потому что строиться он начинал без разрешительной документации, без проекта, без правильно оформленной земли. Это очень проблемный объект. Областной прошел суд. Суд уже обязал компанию, которая строилась, носить. Ее нет, она банкрот. И, насколько я понимаю, сейчас почти нашли инвестора, который согласился в том числе это дело скелетов, как вы говорите, убрать. Что касается дома, который строится напротив, вот это совершенно незаконное строительство. На этот дом тоже нет разрешительной документации. Мы с совместной комиссией, вместе с правоохранительными органами, прокуратурой выезжали на это место. Но там работы идут только вечером, когда не работает госстроенадзор. И, соответственно, обнаружить следы именно строителей, строительной техники там не удалось. Но на сегодняшний день мы предпринимем все меры, чтобы закон был исполнен, чтобы строительство там не продолжалось. То есть ситуация сложная, но вполне решаемая. В генеральном плане, в генеральном плане, та территория, о которой мы говорим, она у нас отведена под здравоохранение, и жилья там нам не надо. Понятно, спасибо. И следующий вопрос мы сейчас принимаем. Добрый вечер. Ирина, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, где вы живете, Ирина? Олег Федорович, добрый вечер. Зовут меня Ирина, я живу на улице 9 мая. Дом 12, рядом надземный пешеходный переход. И вот все мы пытаемся пользоваться этим переходом. Очень часто туда приезжают сотрудники ГАИ, скажем так, нас журят за то, что мы им не пользуемся. И с одной стороны, мы их понимаем, что они за соблюдение правил дорожного движения, а с другой стороны, этот пешеходный переход безумно неудобный. И пожилым людям очень тяжело подниматься на высоту второго, третьего этажа, чтобы перейти через поезжую часть. Скажите, будет ли какое-то улучшение на этом участке дороги? И как скоро это случится? Спасибо. Улучшение. Просто интересно, что вы имеете в виду, говоря о улучшении. У нас другие планы. У нас план этот переход продлить до перехода через Ленинградку, чтобы человек, который хотел перейти на другую сторону Ленинградского шоссе, не два раза спускался, поднимался по этому переходу и не шел по тем узким улочкам, иногда нечищенным, или проходу даже узкому, которые там оставляют между двумя торговыми комплексами, которые машинами торгуют. Плюс там идет строительство, которое мы тоже смотрим, законное или незаконное. И я думаю, что летом мы к осуществлению этого проекта приступим. Ну и плюс там нет лифта, нет, соответственно, обслуживающей организации. Если мы этот переход соединим, он будет нормальным красивым переходом, где можно на улице 9 мая подняться, по ним, не торопясь пройти, перейти улицу, вернее, Ленинградку, то, мне кажется, это будет удобно. Да, этот вопрос стоит на повестке дня, и летом мы примемся за его решение. Спасибо, Олег Федорович. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире. Все ваши вопросы вы можете задавать по телефону в нашей студии. 575-94-94-572-66-28. Не забудьте набрать код города 495. Сегодня мы говорим об итогах развития городского округа Химки в 2012 году, а также о генеральном плане развития города. У нас в гостях глава городского округа Химки Олег Федорович Шахов. Звоните, не стесняйтесь, как видите, очень многие химчане уже воспользовались этим уникальным шансом и напрямую интерактивно пообщались с главой городского округа Химки. Так что у вас есть шанс, уважаемые телезрители. А сейчас мы принимаем звонок от телезрительницы. Я постараюсь правильно назвать ее имя Нелли. Пожалуйста, добрый вечер. Вы в прямом эфире. Представьтесь, где вы живете и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Нелли. Я проживаю в квартале Терехова. И, собственно, вопрос касается именно квартала Терехова. Как оно будет развиваться? Касаются ли его какие-то изменения? Говорят, что будут класть дорогу, дублер какой-то. Где он будет проходить? Или правда это, или нет? И развитие интернета в Терехово предусмотрено или нет? Спасибо. Спасибо вам. Очень хорошо. Развитие интернета в Терехово, как и на всей территории городской округа Химки, предусмотрено. Я вам не могу сказать сейчас, когда это будет, но давайте этот опрос для себя помечу. Честно говоря, так мне его еще никто не ставил. Что касается дублера, вы, наверное, говорите о трассе Москва-Санкт-Петербург, которая строится не так далеко. Но просека уже есть, уже идут строительные работы. И в 2014 году, через полтора года, строительство будет завершено, а к концу 2014 года уже пущено. И, насколько я понимаю, по отношению к сегодняшнему состоянию изменений никаких не планируется. Зато планируется реконструировать дорогу, которая проходит через Кляжь-Мастер-Беево, оснастить его освещением, чтобы было комфортно ездить и ходить, сделать тротуары там, где это возможно. У нас очень много планов по развитию Терехово, причем без большого крупного жилищного строительства. Мы сейчас говорим о том, чтобы в Вашутино провести газ, и я думаю, что в этом году мы это сделаем. Ну, как-то так традиционно сложилось, что в городском округе Химки, ну, почему-то так сложилось исторически, да? Некоторые говорят, что существуют так называемые центральные микрорайоны и отдаленные микрорайоны. Я так подразумеваю, что генеральный план города нивелирует вот эту разницу, и весь город в комплексе будет, так сказать, развиваться одновременно, целиково. Комплекс весь город у нас будет развиваться обязательно, и никаких отстающих микрорайонов не будет. Другое дело, что каждый район будет развиваться по-своему. Все-таки старые новые Химки, я не думаю, что жители Терехово хотели, чтобы их Терехово превратилось в новые Химки, где будут стоять 25-этажные дома. И мы это все в генеральном плане учитываем. Это самое главное. Об этом, наверное, и мечтает каждый житель, который живет в городском округе Химки в разных микрорайонах. Вот Клязьм из Торбеева, Далево-Бережного и так далее. Некоторые даже говорят о том, что вот мы там чувствовали себя какое-то время оторванными от центра. Все-таки генеральный план должен подразумевать то, чтобы... Финансирован и позволяет, во-первых, улучшает транспортную доступность, во-вторых, снабжение и электричеством, где необходимо, газом, водой, теплом. И я думаю, что ни один житель нашего города не будет чувствовать себя забытым. Замечательно. Это, наверное, самое главное. Александр, я вот сейчас пометил себе. Добрый вечер. Добрый вечер, Алексей Федорович. Это вас беспокоит с улицы ЮНАТ. Александр меня зовут. Я хотел бы узнать, у нас есть такая организация, это СК Мосэнерго. Она занимается теплосетями. Так вот, у нас в сентябре месяце была вскрыта магистраль. После этого они проложили траншею, бросили трубы на землю, и до сих пор это все лежит, гниет, и ничего, как говорится, от них не дождешься. Приезжала, телевидение смотрела, тоже вот результат нулевой. И второй вопрос. На улице ЮНАТов там большое же строительство ведется сейчас. Инженерные сети там практически не прокладываются. Все стыкуется, пристыковывается к старым сетям. Я так думаю, что мы, наверное, на будущий год останемся без воды и тепла. Как вы думаете? Я уверен, что без воды и без тепла вы не останетесь. Ведется строительство в части незаконно. И мы сейчас предпринимаем все действия, чтобы то строительство, которое ведется незаконно, было приостановлено. А что касается ТСК Мосэнерго, вот вы сказали, у нас есть. Вот у нас, к сожалению, нет. ТСК Мосэнерго это структура Мосэнерго, которая является Газпромом. Они год назад взяли в аренду все химкинские теплосети, где, соответственно, мы были хозяевами, могли регулировать эти вопросы. Но замечание по работе ТСК Мосэнерго не только от вас, от многих жителей. Буквально сегодня я встречался с руководством этой компании и сказал, что у нас сейчас зима заканчивается. На следующий год мы должны работу этой организации сделать удовлетворительной, и чтобы жалоб от жителей на ее работу не поступало. А что касается конкретного адреса, телевидение приезжали. Доставьте, пожалуйста, в редакции еще раз адрес, и я просто передам руководителям ТСК Мосэнерго, чтобы они убрали за собой. Докладываю, контакты есть, все записано, так что, Олег Федорович, после программы вы получите, так сказать, полный комплект контактов Александра. Спасибо вам. Ирина Алексеевна. Добрый вечер, Ирина Алексеевна. Добрый вечер, Олег Федорович. Здравствуйте, Ирина Алексеевна. Это Левый берег. Мы вас узнали, Ирина Алексеевна. Узнали, да? Конечно, Ирина Алексеевна. Олег Федорович, у меня будет вот такой к вам вопрос. Когда мы с вами встречались, и когда вы к нам приезжали на Левый берег, вы говорили, что вот эта лесопарковая зона, которая есть возле платформы, будет сделана зоной отдыха. А сейчас, по генеральному плану, здесь будут строиться дома. Это правда? Лесопарковая зона, которая у нас... Ирина Алексеевна, поточнее чуть-чуть. Которая находится у платформы. У платформы, где я вам тогда рассказывала про стоянку, у которой сделана машина, вырубили большое количество деревьев и сделали стоянку автомашин. А еще часть сохранилась, и она тянется до зеленой улицы. Ирина Алексеевна, давайте я проверю, потому что я даже себе смутно могу представить, что там могут вырасти многоэтажные дома. Мне кажется, что-то... Либо вы неправильно в генплане посмотрели, потому что ошибки быть не должно. Я посмотрю, чтобы этого не произошло. Конечно, потому что, смотрите, ведь у нас идет окружная дорога, потом сейчас Санкт-Петербург, и потом железная дорога, да плюс еще свалка. Нам дышать нефть. Ирина Алексеевна, спасибо вам большое. Мы вас услышали и поняли вас. Спасибо, Ирина Алексеевна. Ну, не только Ирине Алексеевне. Могу сказать, что в генеральном плане мы все-таки постарались максимально оставить зоны для рекреации и отдыха, сделать зеленые парковые зоны. У нас разрабатывается сейчас отдельная программа развития парков, скверов, просто посадки деревьев для того, чтобы наш город был зеленым и чтобы дышалось в нем легко. Поэтому я очень поддерживаю Ирину Алексеевну и в этом направлении обязательно проверю. Олег Федорович, вам спасибо, Ирине Алексеевне спасибо, и всем спасибо, кто звонил и будет еще звонить. У нас Марина на связи. У нас на связи Марина. Алло. 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 Алло, вы слышите нас? Я вас слышу. Пожалуйста, задавайте вопрос. Я хотела бы спросить по поводу строительства, которое собираются вести напротив домов улицы 9 Мая, 8, 9 и 10. Там огорожена уже территория, там вывешен плакат о том, что будут строить две башни, причем многоэтажных. Жители пикетируют сейчас эту стройку, не дают технике, соответственно, начать работу и говорят, что никаких документов не предъявляет застройщик. Нету ничего, что им бы позволяло проводить эту стройку. Скажите, можно ли разобраться с этим вопросом? Спасибо, Марина. Действительно, мы тоже категорически против этой стройки. Никаких документов администрация на строительство этих двух башен не давала. Более того, могу сказать, что в понедельник у зампред правительства Московской области Елена Юрьевичкина проводилось совещание по нескольким объектам, в том числе по этим, где и он поддержал нас и сказал, что никаких документов в градостроительные советы правительства Московской области по разрешению на строительство этих домов выдавать не будет. Поэтому здесь мы с вами солидарны. Спасибо, Олег Федорович. Олег Федорович, пока к нам дозваниваются телезрители, у меня есть вопрос. Один из главных факторов экономического развития, это, конечно, инвестиции. И вы очень много всегда говорили об инвестициях. Я никогда не забуду, как на одной из встреч с жителями вы сказали, что человек, допустим, который хочет поиметь какую-то, наверное, коммерческую составляющую, да? То есть на каждый вложенный рубль нужно получить два. Вот скажите, пожалуйста, приоритеты остаются инвестиций? Почему у Химки такой инвестиционно привлекательный? И как это будет отражено в будущем? У Химки уникальный город, уникальный городской округ. Он очень удобно расположен. Очень много транспортных сетей. Это и железная дорога, это и аэропорт, это и две федеральные дороги, которые проходят через наш округ. Когда мы говорим о привлечении двух рублей на рубль, это я говорил о бюджетных инвестициях. Говорил о том, что на рубль муниципальный мы должны привлечь не менее двух рублей либо областных, либо федеральных средств для того, чтобы сделать эффект синергетический и построить гораздо больше или сделать. И этот приоритет, конечно, остается. Что касается инвестиций коммерческих, как наших организаций, предприятий, так и иностранных, то здесь, конечно же, инвестиции тоже двигатель развития. На сегодняшний день мы занимаем второе место в Московской области по инвестициям на душу населения. Они составляют 77 тысяч рублей. А в общем, в геме 16,6 миллиарда рублей было инвестировано в основные капиталы, в развитие, соответственно, предприятиями. Более того, мы уже многие годы занимаем первое место в привлечении иностранных инвестиций. В прошлом году было привлечено более 650 миллионов долларов иностранных инвестиций в развитие города. Надо понимать, что иностранные инвестиции – это и новые технологии, это и рабочие места, это и высокие зарплаты. И здесь мы над этим будем работать. То есть высокие инвестиции – это не только большая победа, но это еще и большая ответственность. Я правильно вас понимаю? Это и большая ответственность. Олег Федорович, ну, скажем так, без инвестиций развитие любого муниципалитета просто невозможно. Тем более того, который хочет быть в первых рядах. Абсолютно точно. И в последнее время ко мне все чаще и чаще приходят предложения и от коммерческих организаций, и от правительства Московской области, и даже от федерального правительства вложить инвестиции и сделать наш город пилотным в реализации того или иного проекта. Я считаю, что это одна из оценок работы администрации. Потому что, видя, как развивается город, видя, как реализуются те программы, которые есть, понимая, что здесь работают кадры, которые это могут сделать, именно к нам обращаются, чтобы мы сделали пилотный проект показательный, образцовый. — Замечательно. Олег Федорович, мы сейчас принимаем звонок телезрительнице из Вашутина, а время нашей программы, к сожалению, очень сильно ограничено. — Наталья, добрый вечер. — Добрый вечер. — Пожалуйста, ваш вопрос. — Здравствуйте. — Мой вопрос. Будет ли облагораживаться квартал Вашутина? Потому что с советских времен мы такие заброшенные, вот. И у нас нет ни одной детской площадки. Все дети сидят, каждый за своим заборчиком, как зверушки. Им негде пообщаться, негде поиграть. Мне вот это интересует. — Спасибо, Наталья. — Наталья, конечно, будем заниматься развитием квартала Вашутина. Единственное, что хотелось бы попросить, наверное, у нас около 300 дворов, 300 домов в квартале Вашутина и только 80 человек постоянно зарегистрированы в городском округе Химки. Это статистика, голая статистика. И, соответственно, все средства, которые выделяются на развитие, они выделяются пропорционально прописанным или, сейчас говорят, постоянно зарегистрированным жителям. Поэтому мне хотелось бы, чтобы те люди, которые там живут постоянно, все-таки постоянно зарегистрировались. Тогда у меня будет больше возможности помогать микрорайонам. — Спасибо, Олег Федорович. Это вот к тому, о чем я говорил, что есть какие-то такие территории, где требуется вот такая синергия, что ли, для развития, в том числе и в генеральном плане. — И Вашутина мы забывать не будем. У нас есть планы по развитию, облагораживанию и планы по тому, чтобы сделать этот район красивым и очень привлекательным. — Ну, тем более Химки. Химки — город, где высокоразвитое технологичное производство и где, ну, наверное, сам Бог велел создать этот промышленный инновационный кластер. — Да. — Олег Федорович, у Вас есть минутка для того, чтобы сказать слова химчанам, пожелания. Пожалуйста, вот в эту камеру. — Я уже говорил о том, что нам, мне лично и администрации требуется Ваша поддержка. Генеральный план, который мы разработали в кратчайшие сроки, 4 месяца, это недоработанный генеральный план, который разрабатывался уже много лет. — Это новый план, который соответствует тем поставленным задачам, в первую очередь жителям, потому что мы разрабатывали на основании Ваших пожеланий и проводили специальные социологические опросы. — Мы действительно привлекали лучшие компании, которые постарались учесть Ваши пожелания и перспективу развития. Мы хотим, чтобы наш город стал лучшим не только в перспективе 20-летней, но и уже в ближайшее время. — Спасибо, Олег Федорович. Спасибо Вам, уважаемые телезрители, что были все это время с нами, звонили, задавали вопросы. Было очень приятно, что звонили из разных микрорайонов, даже тех, которые когда-то считались отдаленными. Теперь Химкинское телевидение объединяет городской округ Химки в единое целое, и Вы смогли напрямую пообщаться с Олегом Федоровичем Шаховым. Огромное всем спасибо и Вам еще раз, Олег Федорович. — Уважаемые телезрители, после программы «Прямой эфир» короткий блок рекламы, а затем сразу смотрите главную информационную программу города «Химки день за днем», где Вы узнаете очень много нового и интересного. Не пропустите. А «Прямой эфир» для Вас провел Геннадий Филин. Всего доброго и увидимся в эфире Химкинского телевидения. Субтитры создавал DimaTorzok